Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала Простой Пенсионер. Я вот как рассказывал вам ранее, когда показывал работу моей жены Александры, вот я опять утром повез ее на работу. И после, когда ехал назад, то я увидел наших якутских лошадей. И решил маленько заснять. Наша якутская лошадь очень выносливая. Они, может, не такие крупные, но очень такие, как я уже сказал, свыше выносливые и неприхотливые. Вот так они круглый год сами по себе пасутся. Так что считайте, что они почти полудикие. Сейчас я попытаюсь потихоньку приблизиться к ним. Но, по-моему, вон там жеребец стоит. Он что-то недовольный. Надеюсь, он не нападет на меня. И вот, как говорят, ну, в старину, вот когда говорят, что предки народа Саха переехали, ну, то есть переселились сюда, кто говорит, с Алтая, кто говорит, с Забайкалья. Ну, я точно не знаю. Но когда они в первый раз появились здесь, в Якутии, на своих конях, да еще в железных доспехах, с железным оружием, то, конечно, местные племена практически были, ну, если в военном смысле, беззащитны. Так как у них было оружие костяное, никаких не лошадей, некоторые ездили там на оленях. Ну, там было много народностей. Дюри Кенеев, потом Туматы, Танбиши. Ну, и вообще много. Я так не историк, конечно, не знаю, но вот таким вот образом. И вот, смотрите, это у нас на окраине города. Ну, это микрорайон Нюрба, а здесь вот уже окраина города. И вот эти лово на меня стоит, смотрит. Не знаю, почему смотрит, но попробую подойти поближе. Лошадка, я не обижу вас. Пожалуйста, на меня не нападайте. Вот. И тут же есть вот жеребята вот маленькие. Ну, и даже вот мясо нашей якутской лошади очень вкусное, питательное, богатое вообще микроэлементами, всякими витаминами. Так как на наших лошадях, которые вот так вот пасутся, на них не ездят там, они не работают. Нагуливают жир естественным образом. И потому мы, народ цаха, кто живет вот здесь, у нас в Якутии, любим употреблять жеребящее мясо мёртлое. Из него мы делаем строганину. И очень вкусно ешь и во рту прямотает, потому что мясо нежное такое, очень вкусное. Вот. И эти вот лошадочки наши даже идут на экспорт. В Японии закупают мясо наших лошадей, так как там это считается деликатесом. Много всяких, как я уже говорил, свыше полезных веществ. Вот они вот так у нас на свободном выголе пасутся, но зимой в городе Нерба, в самом, да, даже вот в пригороде, не увидите лошадей. Я вот когда совершаю пищи и прогулки в тайгу, ну, чтобы набраться сил маленько, подышать вот на природе, то тогда я вот встречаю их. Но они там близко не подпускают, они копытят там траву из-под снега. Ну, вот они вот по пушкам леса ходят, ну, и по лесу самому набивают тропы. И так вот по краям аласов они вот там стоят, ходят. И такие щутки зимой, к ним только хочешь подойти, они сразу же раз и убежали. А здесь что-то интересно. Ну, да, они, конечно, не совсем дикие, но полудикие. Ну, для жителей Якутии это, конечно, там лошади, да лошади. Бывает, что в городе Якутске и по помойкам бродят. А вот, думаю, для жителей других регионов якутская лошадь, да, может быть интересно. Вот сейчас я еще маленько поснимаю, и мне надо ехать домой, так как внуки спят, и мне нельзя надолго задерживаться. Вот так. Так что, дорогие мои подписчики и зрители телеканала Простой Пенсионер, прошу у вас прощения за то, что вот так вот быстро на лету все снимаю. Так что, прощаюсь с вами. Смотрите Якутских лошадей. Смотрите мой канал, потому что только в моем канале можно посмотреть простую жизнь, без всяких приукрашений. Вот как сегодня я снял вот этих прекрасных якутских лошадей. До свидания, до новых встреч!